Приветствую вас и ваша реакция, ваше поведение объясняется тревожностью. Тревожность является следствием бега от опыта, неоценного страха от чего-либо, либо нежелания принять ситуацию, которая происходит. Например, вы отказываетесь от встреч с парнем, потому что опасаетесь, что вы выставите себя перед ним в негативном свете, как-нибудь поступите глупо или будете выглядеть нелепо и прочее. И когда он приезжает, все у вас хорошо, именно потому что по его отношению вы видите, что он не считает вас глупо, не считает вас нелепо и так далее. Это наиболее вероятная причина, и в этом случае я рекомендую вам заняться повышением своей самооценки, повышением своей самоуверенности путем достижения определенных результатов в других сферах, не связанных с парнем, путем работы над собственным имиджем, путем работы над собственным поведением, над внешним видом и так далее. Говоря о внешнем виде и о поведении, можно сказать так, что если вы опасаетесь того, что будете выглядеть нелепо, будете выглядеть глупо и как-нибудь ничто, можно встать перед зеркалом и представить себе, что вы с парнем. И, в глядя на зеркало, скорректируйте свое поведение, свой внешний вид и выражение своего лица так, чтобы вам все нравилось. А если вы опасаетесь, что вам будет нечего сказать, если вы опасаетесь, что вам не очень будет поговорить, старайтесь получать свой кругозор, познавать новое, изучать какие-то новые, неизвестные вам ранее вещи, интересоваться различными сферами, чтобы вам было о чем поговорить, чтобы вы могли поддержать разговор. Если вы не уверены в собственной привлекательности, то необходимо вам для себя понять, что именно вам не нравится в самой себе и начать стараться это исправлять, то есть, по сути, работать над собой. Ваша паника означает, что вы ощущаете себя недостаточно хорошее для него, недостаточно привлекательное. Вы опасаетесь, что он разочаруется в вас и бросит. И это может быть вслед, как внешних признаков, о которых я вам уже сказал, так и внутренних. Внутренние признаки связаны с комплексами различными, идущими из детства, кровящимися, может быть, в детско-родительских отношениях, может быть, где-то еще. И тогда находить их причину, снимать и выбирать, чтобы вы все-таки чувствовали себя более свободным, более раскованным, более естественным. И тогда это придаст отношениям большую искренность, большую чувственность. Вы будете получать от них больше удовольствия. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго, удачи и принятия верного решения. Относительно твоей дальнейшей жизни.